раковина с океаном внутри и в один прекрасный день у двух диванных подушек просто лопнуло терпение именно так внезапно она всегда и бывает это конечно не означает что диванные подушки взорвались по комнатам полетели пух и перо а все подумали что настала зима и стали натягивать на себя теплые вещи отнюдь нет терпение у диванных подушек лопается так же как и у людей а когда у людей лопается терпение они просто-напросто оказываются не в состоянии больше терпеть того что прекрасно терпели раньше вот и диванные подушки оказались не в состоянии больше терпеть присутствие в комнате раковина с океаном внутри у меня есть один знакомый жучок он живет где-то в стене за моей спиной заговорщик сказала первая диванная подушка второй диванной подушки его имя древоточец и сегодня я наконец попрошу его разобраться с этой раковиной древоточец по слогам повторила вторая диванная подушка что означает это имя ах точно я не помню призналась первая диванная подушка но как раз сейчас он поедает стены нашего дома у него видите ли очень мощные челюсти не знаю когда именно но однажды в конце концов он съест эти проклятые стены и мы окажемся на свободе под открытым небом скорее бы уж мечтательно вздохнула вторая диванная подушка совсем не задумываясь о том что двум диванным подушкам делать на свободе под открытым небом однако речь сейчас не об этом не позволила ей мечтать первая диванная подушка сейчас речь о том что у нас с вами лопнуло терпение ах да тут же вернулась в реальность вторая у нас именно что лопнуло терпение ибо каждый кто приходит в дом немедленно прикладывает ухо к этой уродливой раковине которая валяется на подоконнике в то время как уши со всей очевидностью существуют не для того чтобы их прикладывать к раковинам а для того чтобы прикладывать их к подушкам потому мы и называемся под ушки и каждый не только прикладывает к ней ухо с яростью продолжала первая диванная подушка но еще блаженно улыбается и говорит я слышу как шумит океан и у нас стало быть лопнуло терпение подытожила 2 диванная подушка и с недоумением закончила а причем тут ваш древоточец который поедает стены я попрошу его ночью заползти в эту раковину и посмотреть что там у нее внутри на самом деле очень сомневаюсь что там может поместиться океан океан 1 5 больше чем эта раковина значит океана там не обнаружится и тогда мы расскажем всем гостям что ничего такого внутри у этой раковины нету наконец дошло до 2 диванной подушки 1 диванная подушка посмотрел на нее как на безумную да кто ж нам с вами поверит голубушка если мы такое начнем ни с того ни с сего рассказывать то кому же не понятно что ни одна диванная подушка не может заглянуть внутрь раковины они ведь раковины эти все извилистые внутри подушки в них ни за что не пролезть но но если нам все равно никто не поверит зачем же посылать туда вашего древоточица а затем что у него мощные челюсти пуховая вы голова и этими мощными челюстями он прогрызет в раковине огромную дыру тогда то всем и каждому без нас станет понятно что океана не может быть в дырявой раковине вы гениальны просто сказала 2 диванная подушка в мою пуховую голову такого злодейства никогда бы не пришло она немножко помолчала и все-таки спросила на всякие случаи а не опасно посылать вашего древоточица в раковину вдруг там действительно океан первая диванная подушка вздохнула и с презрением произнесла не хватало только чтобы и вы начали повторять эти глупости вслед за остальными вторая диванная подушка очень смутилась и больше вопросов не задавала а вечером обе они уже провожали древоточица в раковину древоточица казался бравым малым состоявшим почти из одних челюстей огромные эти челюсти с трудом размещались на микроскопическом рыльце и без конца двигались вторая диванная подушка даже испугалась как бы древоточица тут же не загрыз кого нибудь из них а тот увидев ее испуг произнес неприятной улыбкой не бойтесь мадам я не прикасаюсь к подушкам не очень-то большая радость загрызть вас а потом услышать от родных и близких у тебя дескать рыльцы в пуху сказав так древоточица бодро отправился заползать в раковину в доме стало тихо тем не менее диванные подушки изо всех сил напрягали слух чтобы как можно отчетливее слышать скрежет прогрызаемый насквозь раковины а скрежета все не было и не было впрочем когда они совсем уже отчаялись до них все-таки донеслись звуки правда совсем не те которых они ожидали плюх буль-буль-буль диванные подушки в ужасе посмотрели друг на друга они знали что такие звуки издают те кто падает в воду и идет ко дну впрочем шум океана тотчас же заглушил эти неожиданные звуки конец и и и и Продолжение следует...